Мари, что с тобой происходит? Объясни, будь добра. Объясни, зачем ты себя так ведешь? Если бы Мари была способна и хотела бы к тому же объяснить, почему она так себя ведет и что вообще с ней происходит, то тогда не было бы у нее этих проблем, которые и оказались предпосылкой того, что Скайлер Мари об этом спрашивает. То есть Скайлер пытается взять у Мари то, что Мари и не может дать, даже если бы и хотела. Мари-клептоманка ворует вещи и дарит их другим, чтобы получить удовольствие от того, как она обводит всех вокруг пальца. Они искренне восхищаются и благодарят, и не знают, что это лишь ворованное, что она делает втайне от всех и от Хэнка, в том числе своего супруга, наслаждаясь возможностью быть рано или поздно пойманной, чтобы иметь возможность, оправдываясь, обвинять даже других. Это вы виноваты, это у тебя паранойя, что тебе от меня надо? И вот здесь Скайлер, учитывая все сказанное выше, пытается, знаете, разоблачить Мари и вывезти ее на чистую воду. Но этого никогда у нее не получится. Никогда. Человек, будучи пойманный на вранье, будет продолжать врать дальше. Что я понятия не имею, что за чушь ты здесь несешь? Бывают люди всю свою жизнь посвящают необходимости что-то кому-то объяснить и доказать, что все-таки это ты не прав, а не я. Но запомните, никогда у вас это не получится. Мари всегда найдет поводы и возможности обвинять других в своем воровстве. И в эти моменты времени она может сама быть искренна в том, что... Какое воровство? Это совершенно не про меня. Что вы от меня хотите? Что бы человек ни делал, он сделает себя хорошим в своих глазах. И если ради этого придется обвинять других, то и на это человек пойдет. Понятия не имеешь, что за чушь я несу? Ты воровка. Не знала? Значит, сознаваться не будем, да? Не могу же я сознаваться, не понимая, в чем же я все-таки должна сознаться? Альберт, ну чего ты так лютуешь? Она же не виновата в том, она просто болена, и необходима ей поддержка и забота, и необходимо работать с ее этой проблемой, и помочь ей с этой проблемой справиться. Она, может быть, даже и не осознает, что она ворует. Да, и такие разговоры могут быть уместными. Я не против, на ваше усмотрение. Но смотрите, сознательно или несознательно она это делает. Давайте представим, что если она сворует что-то в магазине, то сразу после этого ей отрежут пальцы и пристрелят ее супруга, ну и кроме того, еще ее сестру, ее мужа и племянника, то тогда она бы стала воровать, смею рискнуть предположить, что нет. Она бы тогда, скорее всего, ту диадему из магазина бы не унесла. То есть, получается, она позволяет себе роскошь воровать, потому что у нее есть мысль, что она останется безнаказанной. Если что, ее супруг Хэнк за нее впрягаться будет, штраф заплатит, отмажет, потому что сам работает в правоохранительных органах, если что, найдет там кого из коллег умаслить, так сказать. Получается, сознательно ворует, зная, что будет безнаказанной, получая удовольствие от того, как оказывает это и психологическое насилие на свою сестру, как бы заставляя сестру усомниться в работе ее органов чувств. Я даже не знаю, о чем ты говоришь, такого совершенно не было, что ты издеваешься надо мной. Поэтому, когда стоит вопрос, осознательно человек или нет, использует крючки манипулятивные, например, да, издевается психологически над своими ближними коллегами, друзьями, друзьями в кавычках, партнерами, сознательно, потому что если бы рядом был, был бы тот, кто бы мог дать отпор, то точно бы так бы этот человек себя не вел. Поэтому это оправдание, мол, да это человек сам не понимает, что творит, как правило, понимает, что творит, правда? А о чем для вас этот смысл и эта гипотеза? О чем для вас она? И как парная? Чем ты пахнешь? Священные травы, да вахо. Помнишь, Мари подарила нам диадему? Она ее украла. А она не хочет сознаваться, даже извиниться не хочет. Не знаю, что я делать. В данном случае Мари, если она ворует, ее ловят с доказательствами, она не находит в себе сил признаться, что к чему. В данном случае Мари является опасным человеком, и общение с ней можно прекратить и держать ее на дистанции. Но общение можно возобновить только в том случае, если Мари лечится и работает над лечением своего недуга. В противном случае Мари может точно так же прийти сюда, воткнуть нож в Скайлер или Волтера, и потом говорить, а я не знаю, я не при чем, при чем тут я? То есть, если человек является опасным, непредсказуемым, не отдает себе отчет в том, что он делает, то он опасен. И гораздо лучше его как огонь держать на безопасном расстоянии, иначе есть риск обжечься. А пытаться это человеку объяснить, когда он и не хочет это понять, и обвиняет вас по этому поводу, это путь в никуда. Поэтому надежды Скайлер получить извинения от Мари, они не будут иметь успеха. Иногда ради родственников люди готовы на многое. Волтер снова работает над переструктурированием своего отношения к своей деятельности. Иногда, наверное, рождается у него мысль, что что-то необходимо поменять. Но вот иногда ради родственников люди готовы на многое. Нет, это самообман. Что бы человек ни делал, он это делает для себя. Если даже он думает, я это делаю ради вас, он делает это для себя, чтобы чувствовать свое превосходство и внутреннее это состояние. Я так ради вас стараюсь. Это же все ради вас. Поэтому любые базары про то, что это ради вас, это все, как правило, разговор в пользу бедных. Разговор в пользу бедных – это выражение, я понимаю по-своему, то есть говорить людям то, что они хотят услышать, чтобы заставить их себе хлопать в ладоши. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Но здесь эту фразу, иногда люди ради своих близких делают такие вещи. Эту фразу он говорит не Скайлер. Он себя пытается в этом убедить. Это что, оправдывает воровство? Оставшиеся выплаты по ипотеке за дом – 107 тысяч долларов. Оказавшись в опасности, видосохраняющая функция сама себя активирует в мозгу млекопитающего. Волтер смещает фокус внимания, хотя так, его фокус внимания смещает себя им, а не только что были свидетелями, как Туко забил насмерть одного из своих подельников просто на ровном месте. Он воспринял слова подельника словно конкуренция за положение в иерархии. Но, в общем, повод был ничтожный. Тело управляет мыслью. Поведение человека – это следствие химических процессов в его организме. Туко, проживая очередной наркотический приход, так разбушевался, что отправил на тот свет одного из подельников. По умолчанию такая опасность накладывается и на Волтера, и на Джесси сквозь призму их восприятия. И сейчас, сев в автомобиль, даже чувствуя кончиками пальцев наличные деньги, которые, наверное, никогда в жизни в руках не держали, смещают фокус внимания с этой опасности на то, сколько они заработают и сколько им надо. Этот процесс протекает автоматически. Кредит под залог дома 30 тысяч, это 137 тысяч. Коммунальные траты, допустим, две штуки в месяц. Интересная деталь. Знаете, когда Волтер в своих иллюзиях улетел в свои планы мечтания про деньги и сколько надо, и все в порядке, и опасности нет, мы просто планируем и прочее, Джесси сжимает в руках брелок. В виде черепа. То есть, тактильно чувствуя, что происходит сейчас физически. Видите, вот во многом это взаимодействие двух противоположностей. Каждая из противоположностей активирует разное состояние, но партнер активирует противоположное. В то время, как Волтер улетает в небеса своих мечтаний и иллюзий, где-то там и тогда, Джесси в здесь и в сейчас тактильно чувствует, как сжимает металл своего брелка. А что значит для вас чувствовать, что происходит сейчас здесь? Произойти может только то, для чего все условия соблюдены. А для чего все условия соблюдены, то не может не произойти. Для Туко Волтер и Джесси являются свидетелями убийства. То есть, это как бы создает и для Туко опасность. Первая переменная. Вторая. Обратите внимание, Туко знает, что весь производственный процесс курирует Волтер и Джесси под ключ. Тогда какой смысл делиться с ними такой долей? Может быть, их отсюда выкрасть и поселить где-то, приковав цепями к конвейеру? Чтобы они выполняли работу. И тогда радовались и спасибо говорили за то, что им хотя бы еду дают. То есть, это вторая переменная. И, конечно, учитывая эти две переменные, не может не рождаться мысль в голове Туко, что этих двух людей, как рабов, необходимо отсюда забрать, чтобы, во-первых, понизить вероятность того, что их, как свидетелей, задействуют в расследовании преступления. И второе, что можно и о деньгах будет не думать, когда эти два светлых ума под ключ в теме разбирающихся будут настолько голодны и настолько будет им больно, что даже куску хлеба будут благодарны и минуте отсутствия побоев и будут все, что угодно делать и все, что угодно варить и еще даже спасибо скажут. Поэтому такие переменные неизбежно в голове Туко начинают себя кристаллизовать и совсем скоро и его можно понять, что их, как рабов, он задумает отсюда выкрасть. Вы все. Когда человек идет на поводу своих эмоций и является по отношению к ним не причиной, а следствием, когда человек не живет, а эмоции живут себя им, тогда человек рискует наломать большое количество дров. Как и сейчас, Туко, оказавшись перед возможной эволюцией с качественной точки зрения в его жизни, сам рубит дрова, на которых он находится и сук, на котором он сидит. Отправляет на тот свет человека на ровном месте при свидетелях и, в общем, легко будет понять, кто здесь преступник. И, кроме того, спугивает этих двух куриц, которые несут золотые яйца, которые перед ним стоят. Это Волтер и Джесси. Спокойно их пригреть, спокойно дать возможность себе быть дружелюбным, спокойно стать безопасным в восприятии окружающих, спокойно дать им возможность привыкнуть к текущему положению вещей, и потом также спокойно дать возможность им проснуться в заточении с прикованными руками цепями к конвейеру, где они работают за еду. Это я приглашаю вас посмотреть на протекающие глазами туку. И еще важный момент. Помните, это философская притча в первую очередь. И задача заключается здесь, это изучая, исследуя данных персонажей, думать о том, как делать не надо. Эти персонажи не о том, как делать надо, а о том, как делать не надо. Сказка ложь давней намек добру молодцу урок, правда? Поэтому если эта иллюстрация станет для вас очередным уроком, к чему может привести, когда человек заложник своих эмоций и не тренирует способность их контролировать, это хорошо, что эта иллюстрация, эти сцены, этой иллюстрацией являются. Думать долгосрочно и действовать точно, о чем это для вас. Поскольку наши с вами уроки имеют практическую направленность и задача заключается в том, для меня это создавать такие уроки, изучая которые, вы принимаете решение, что в вашей жизни делать перестать, а что в вашей жизни делать начинать. Но это, конечно, на ваше усмотрение. Ну так вот, с практической точки зрения крайне важными, я считаю, речевые приемы, которые могут быть полезны. Наверное, вы в очередной раз думаете о том, что Альберт натягивает сову на глобус, но ничего страшного. Давайте же адаптируем этот прием, который проговаривает Скайлер по отношению к Волтеру. Я понимаю, что ты икс, но несмотря на это, я не позволю тебе Y. Такой прием для защиты личных границ может быть уместным. Приглашаю потренироваться с крючками, то есть с разными манипуляшечками. Я знаю, ты напуган, ты злишься и дико расстроен. Я знаю, ты этого не заслужил, но только не смей вымещать зло на мне. Я сейчас адаптирую этот прием и покажу, как он может быть полезным. Я знаю, что вы сейчас чувствуете икс, и наверняка у вас есть основания для этого, но в то же время я прошу вас Y. Смотрите, да Альберт, ты что, пьяный что ли? Да это же не по-настоящему все, это же сериал. Что ты тут какие-то свои выводы делаешь? Это же не имеет все никакого значения. Я понимаю, что вы считаете, что это не имеет никакого значения, что это сериал. И наверняка у вас есть причины так думать. Но я с вами не согласен в вашей точке зрения и приглашаю сначала изучить ряд уроков и только после этого решить для себя созвучны они с вами или нет. Если созвучны, изучайте далее. Если нет, то можете к ним не возвращаться больше. На ваше усмотрение. Видите? Альберт, да что ты так долго говоришь, выговаривая каждый звук в словах? Ты что, нормально разговаривать не умеешь? Я понимаю, что может быть моя речь не совсем вписывается в привычную для вас картину мира. И 100% у вас есть причины так думать, что она какая-то неправильная. Но в то же время я приглашаю вас иметь ваше мнение при себе. Если с вами эти уроки созвучны, можете их изучать. Если нет, в силу каких-то причин, то закрывайте их, пожалуйста, на ваше усмотрение. Конечно, здесь я немножко лютанул. Я приглашаю вас иметь ваше мнение при себе. Не надо лютовать на ровном месте, создавать себе сопротивление и врагов не надо. Это нормально. Может быть, для человека сделать какой-то акцент, это комплимент, это выражение любви, кто его знает. Да, как бы там ни было, наилучшим образом. Итак, вот такой прием. Давайте же на экране вы видите новые идеи слабее старых привычек. Вы можете эти речевые приемы выписывать, как и крючки, и тренировать их. Крючками я называю манипуляцией, то есть попытку вогнать вас в краску, вызвать чувство вины, стыда, как вам. Это все крючки. И вот нейтрализация крючков, об этом сейчас идет речь. Превращение сопротивления в сотрудничество. Как бы вы ответили на некоторые из указанных здесь крючков в соответствии с этим приемом? Я понимаю, что вы чувствуете икс, и наверняка у вас есть основания так думать и чувствовать, но в то же время я прошу вас что думаете по этому поводу? Потренируетесь? Я знаю, ты напуган, ты злишься и дико расстроен. Я знаю, ты этого не заслужил, но только не смей вымещать зло на мне. Ну, Алиберт, ну что ты за человек такой, записываешь свои эти уроки бессмысленные? Так, я понимаю, что есть что-то, что вас не устраивает в этих уроках, и наверняка у вас есть основания считать, что они бессмысленные именно для вас. Но я приглашаю вас не общаться со мной в таком тоне, а конкретно сформулировать, что из сказанного в этом уроке с вами не созвучно, а я уже посмотрю, составлю ли я диалог или нет, буду ли это комментировать, в любом случае изучать их или нет на ваше усмотрение. Но когда же ты уж начнешь нормально зарабатывать? Я предполагаю, что вы думаете, что я зарабатываю как-то ненормально, недостаточно хорошо для вас, и наверняка у вас есть основания так считать, но приглашаю позволить мне роскошь самому решать, как жить, сколько зарабатывать и как распоряжаться деньгами. Как вы на это смотрите? Видите, этот прием может быть таким мягким способом защиты личных границ. Ну и разрешите, конечно, поскольку я речевыми приемами занимаюсь профессионально, у меня есть тренажер, моя авторская разработка. Защитись, договорись и насладись. Здесь 75 крючков, 25 речевых приемов, возможность тренироваться самостоятельно в кругу своих близких, с вашими клиентами, с вашими друзьями, партнерами на ваше усмотрение. Серьезнейший тренажер для наработки навыка, защиты личных границ, возможности превращать сопротивление в сотрудничество и получать удовольствие, как у вас это здорово получается. Как найти? Защитись, договорись и насладись с Афин Альберт. Воспользовавшись поиском, вы информацию об этом тренажере найдете. На ваше усмотрение. И вы можете эти речевые приемы для себя выписывать, крючки тоже выписывать, печатать их, нарезать карточки и с ними работать, практикуясь. И обратите внимание, эти речевые приемы являются гибкими, то есть здесь главный смысл понять. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете вот это и думаете вот это, и наверняка у вас есть причины так думать и чувствовать, и в то же время вот что я вас приглашаю сделать. Альберт, ты что, дурак что ли? Да, ты же совершенно неправильно говоришь, это так не работает. Понимаю, что это может не вписываться в вашу картину мира на данный момент, и у вас есть причины, наверняка считать, что это не сработает. А я в то же время приглашаю вас поэкспериментировать и поисследовать, как в коммуникации это может у вас сработать, и потом сделать выводы на базе вашего опыта. Что думаете по этому вопросу? Ну вот такой прием может быть полезным для работы с сопротивлением в том числе. Как вам? Привет, я дома. Ну знаешь, пойти в ресторан, взять коробки на вынос с картофельным пюре и мясным рулетом. Ладно, не буду отвлекать, перезвони. Мари игнорирует Хэнка, видимо, ему так хочется тепла, но она разговаривает сейчас не с ним, а записывает сообщение на автоответчик, пытаясь дозвониться до Скайлер. Точно так же, как Скайлер играет в молчанку, пытая Мари, игнорируя ее. Мари делает то же самое по отношению к Хэнку. Может быть, он подошел к ней со спины, намереваясь ее обнять, мы это не знаем, но делает вид Мари, будто Хэнка и не существует вовсе, словно он в очередной раз что-то сделал не так и должен чувствовать себя виноватым. Потому что как это он смеет подумать, что Мари чего-то ворует в магазине, да и не ходит к специалисту работать над этим вопросом. Хотя действительно, она и ворует, и занятия со специалистом пропускает, о которых договаривалась, что посещать будет. Смотрите, Хэнк ходит на свою работу, как на пространство сильного стресса. Хэнк возвращается домой, как в пространство сильного, деструктивного, долгоиграющего, изматывающего стресса. В таких условиях здоровье Хэнка не может быть бесконечным, и рано или поздно ему будет легче помереть, чем продолжать жить. У тебя на 8 дэйв. А ты собираешься ресторан посетить в это время, хотя на 8 часов у тебя занятия со специалистом, с которым ты работаешь над твоей клептоманией и не только. Но обратите внимание здесь, что об этих занятиях, о том, когда эти занятия и так далее, вынужден думать Хэнк. То есть у него голова, судя по всему, резиновая. Он должен регулярно проверять Мари, а не пропускает ли она эти занятия. То есть Мари химически зависимый наркоман, можно сказать здесь, который сидит на эмоциях и впечатлениях, которые она получает, воруя вещи в магазине. Хэнк созависимый, его внутреннее состояние зависит от того, насколько Мари его любит, и она счастлива, ее нужно контролировать. И наверняка в течение его дней он регулярно думает о том, а достаточно ли он хорошо себя ведет, чтобы Мари это понравилось. А приняла ли она свои таблетки? А посещает ли она занятия? А все ли у нее хорошо? А может ей надо будет помочь? И совсем скоро Хэнк будет впрягаться в необходимость построить мост между Скайлер и Мари. Будет убеждать Скайлер наконец простить Мари. Вот это детско-родительское взаимодействие здесь. Но смотрите, это не всегда значит что-то плохое. Это замечать крайне важно. А о чем это для вас? Озабоченность другим человеком. Бывает полезно и своей жизнью заняться хоть чуть-чуть, правда? А что значит для вас заниматься своей жизнью? Соседский ребенок играет со своей радиоуправляемой машинкой. Я сейчас ее раздавлю, сев за руль за свой автомобиль. Для того, чтобы Хэнка озадачить необходимостью решать ту проблему, которую я ему в глотку засунула, раздавив автомобиль соседского ребенка. Прекрасно знаю, что Хэнку хочется, чтобы все было хорошо. Все должно быть хорошо. Нет, мы должны жить дружно, и все должно быть хорошо. Это частый, знаете, такой признак у людей, у которых кто-то из родителей был алкоголиком. Вот лишь бы не сказать лишнего, лишь бы все было хорошо. Я достаточно хорошо улыбаюсь. Все ли нормально? Да, да, да. Лишь бы не спровоцировать другого человека выходить из себя. Все хорошо. Мари, все должно быть хорошо. Что я должен сделать, чтобы у тебя все было хорошо? Ой, соседский ребенок надо уладить. Вот возьми деньги, пожалуйста. Все в порядке, только родителям не говори, ты можешь купить себе машинку получше. Она не специально раздавила твою машинку, это случайно вышло, она вообще тебе дображивает. Скайлер, все в порядке, помоги Мари, она так страдает, ну и так далее. Похоже на жизнь, правда? Не сегодня. Нет, сегодня? Забыла? Нет, вообще это в четверг. Да, я вполне уверена, что в четверг. Разве ты не помнишь, как в последний момент поменяли расписание, вместо того, чтобы оштрафовать за пропуск? Милая, тебе всего шесть сеансов осталось. Да, я их не пропущу, Хэнк. Сказала не пропущу, значит не пропущу. Обратите внимание на то, что Мари является недоговороспособным человеком, заключает договоренности, которые не выполняет, и их не выполняя обвиняет других, что это. Другие люди чего-то не понимают. Это во-первых. И во-вторых, обратите внимание, что для Хэнка не только работа является пространством опасностей, которые открытыми капканами лежат на каждом шагу, но и дом это тоже пространство опасности. Потому что взаимодействие с недоговороспособным человеком это опасность. Я же не виновата, что ты путаешь дни недели. Слушай, ну я но как бы там ни было, поскольку Хэнк задействован в такого рода взаимоотношениях, он свои выигрыши и тоже отсюда извлекает. Я так ради нее стараюсь, я так ее оберегаю, я так многое для нее делаю, а она совершенно этого не ценит и делает все, чтобы наша жизнь становилась хуже. Но я хотя бы пытаюсь сохранить наши взаимоотношения, чтобы все у нас было хорошо. То есть Хэнк сам здесь словно доказывает себе и окружающим, что все-таки я делаю все, что от меня зависит, чтобы все было наконец хорошо в нашей жизни. То есть если бы какая-нибудь другая женщина вместо Марии была бы в союзе с Хэнком, был бы риск, что ему было бы и не интересно вовсе. Ему необходимо своей плотью затыкать дыры, которые в том числе он сам и создает. Просто она не договороспособный человек, который не только не выполняет соглашения, которые на себя берет, но еще их не выполняя не только не способна признаться в этом, так еще и обвиняет других людей по этому поводу. И вот опасно создавать сотрудничество с людьми, которые заключают с вами договоренности, не выполняют их, не признаются в этом, так еще и обвиняют вас из-за того, что они сами не выполняют соглашения. Это важный момент. А о чем он для вас? На этой ноте этой песни я приглашаю вас плавно завершать изучение это уже одиннадцатый урок по сериалу «Во все тяжкие» в исполнении Альберта Сафина. Много гипотез прозвучало выше, я верю, если хотя бы одна из них окажется для вас полезной, особенно в долгосрочной перспективе, это будет для меня наградой. Смело пишите в комментариях, что было для вас полезным в этом уроке. Вы меня вдохновляете продолжать и дальше создавать такого рода, в том числе учебные материалы. С вами Альберт Сафин. До скорых встреч, дорогие. Пока.